СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ Глава Rocksteady Studios Sefton Hill спешит порадовать всех владельцев PlayStation 4 новостями о том, что Batman Arkham Knight наконец-то полностью работоспособна. Патч версии 1.03 победил неполадки со списком лидеров, которые раньше ни в какую не хотел прогружаться. Наконец-то счастливые обладатели консольного Next-Gen смогут насладиться дождливым геймплеем в полной мере, ведь какой же Batman без списка лидеров, не так ли? Подумаешь, вылеты, беспросветные тормоза и прочие зависания. Главное ведь у кого платина длиннее. На ПК, к примеру, все таблицы самых отважных рыцарей Готэма с самого начала прогружались без проблем. Но это едва ли не единственное, что в компьютерной версии работает как следует. Во всяком случае, у большинства. Подлить масло в огонь по такому поводу решился некий анонимный участник группы тестирования, по словам которого, издатели из Warner Bros. еще год назад были в курсе ситуации и все трагические отчеты о состоянии PC-версии получили своевременно. Но не предприняли по этому поводу ничего рационального. Те, чьи решения не подлежат обсуждению, слишком боялись утечек и спойлеров, поэтому привлекать посторонние силы для контроля качества продукта не стали. А сами разработчики из Rocksteady все свое внимание сосредоточили на консолях, оставив православный билд на растерзание коллегам из Iron Galaxy Studios. Это ребята, которые сделали Killer Instinct и портировали на компьютеры Arkham Origins и Borderlands 2, если что. В итоге, даже приставочная версия долгое время не могла похвастаться релизным качеством, поэтому дату выхода столько раз переносили. Что уж говорить про самый востребованный билд для рыцарей клавиатуры. Впрочем, ради справедливости замечу, что на волне всего этого хайпа, даже не являясь поклонником, сам приобрел Arkham Knight для ПК буквально за пару дней до закрытия продаж. Просто чтобы проверить, правда ли все так плохо. И к изумлению своему не встретил совершенно никаких проблем, кроме легкого свопа при выпрыгивании из машины. При этом трех титанов у меня нет, а настройки в игре выкручены в потолок по всем статьям, включая набор фирменных свистелок Nvidia. Да еще и сглаживание на уровне драйвера максимальное по принуждению. Должно же и мне хоть когда-то повезти. Тем временем, относительно недавний перезапуск цикла приключений Лары Крофт не остался без внимания Голливуда, если верить скомканным слухам. На примере обновленной Tomb Raider киноделы осознали, что бесчисленная армия преданных поклонников расхитительницы не знает дезертирства и по-прежнему полна верных почитателей. Несколько месяцев назад, в феврале нынешнего года, в общий доступ просочилась информация о том, что полноэкранный ребут не только существует и состоится, но и уже приобрел сценариста в лице Эвана Доггерти. Ранее ликвидатор Чернил успел обогатить своими сюжетами такие кинокартины, как «Белоснежка» и «Охотник», «Черепашки-ниндзя» и «Дивергент». Насколько это хорошая новость, будь она правдой, сказать трудно, но теперь анонимные инсайдеры спешат с доставкой свежих сплетен. А точнее, новый слух гласит, что возглавить производство фильма и занять уютное место режиссера должна будет женщина, которую как раз уже разыскивают. Ответственные люди очень надеются увидеть у руля кого-то вроде Мишель Макларен, которая внушительно зарекомендовала себя в сериалах «Игра престолов», «По все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Камело». Но тут как раз недавно в режиссуру ударилась Анджелина Джоли, собственной персоной, за плечами которой уже два неплохих кинца. Так что, почему бы и нет? Впрочем, почему бы и да? Давайте не будем обсуждать слухи так, будто от нашего мнения что-то зависит. Больше ничего интересного вчера, собственно, и не произошло. Но вышел расширенный фрагмент геймплея Uncharted 4 в два раза длиннее того, что был на Е3. И он настолько охуенный, что давайте просто поглядим ту часть, которой не было на выставке. А я пока озвучу не самые горячие новости, что называется одной строкой. Во-первых, если вам вдруг интересно, продажи серии Dark Souls перевалили за 8 миллионов копий. Эта цифра говорит только за оригинал и сиквел, никоим образом не касаясь Demon's Souls или Bloodborne. Первая часть, в связке с переизданием Prepare to Die Edition, в общей сложности была куплена более 5,5 миллионов раз. Вычислить продажи второй при этом нетрудно, но примечательно, что на долю PC приходится аж 3 миллиона проданных копий. Ждем Dark Souls 3 чё. Во-вторых, Тут Дайс между делом спешат уже в который раз напомнить, что Battlefront — это вам не Battlefield, и в очередной раз подкрепляют свои слова ничем. Генеральный менеджер студии Ричард Бах попросту заявляет, что мы всё поймём, когда поиграем. То есть в середине ноября. Впрочем, в этом месяце уже закрытый альфа-тест, а счастливчики с пропусками наверняка отпишутся. В-третьих, бедолаги, которые купили Dead or Alive 5 на PC, до сих пор остаются без мультиплеера. Разработчики давно обещают прикрутить его, но всё никак не могут сдержать слово и постоянно откладывают на завтра то, что можно уже вообще не делать, потому что вряд ли игру теперь уже получится вернуть. В-четвёртых, девелоперы из Avalanche Studio, с ночей совести грядущая Just Cause 3, выразили желание создать условия и необходимые мосты для модификаций на консолях. Впрочем, пока что дело только желанием и ограничивается, потому что всё это очень непросто, и даже официально анонсировать свои намерения крайне затруднительно. Ну а в-пятых, у меня на этом всё, но я надеюсь, что вы не сильно скучали. Всем спасибо за внимание и, как водится, продуктивного четверга. С экрана мерцал инфакт, вещал для вас Максим Кулаков, а смотрели вы Stop Game.ru. До встречи на наших страницах.